Это Тонина Гуэра. Хранитель его наследия Лора Гуэра. Внимание на экран, друзья. Мне выпало счастье работать с Тониной и Старковским над фильмом «Ностальгия». Что для Андрея важно было? Что такое эта ностальгия? Прежде всего, эта ностальгия советская. Почему он не хотел, чтобы фильм назывался «Ностальгия». Ностальгия в русском выливании – это не тоска по родине. Это невозможность показать другим то, что ты видишь, и разделить с другими твою радость. Аплодисменты нашей гости Лоре Гуэра. Добрый вечер. Мне очень радостно быть здесь. Я увидела радугу сегодня. Я поделюсь с вами этой радостью. В Гатчине, дождливый, солнечный, снежный, какой угодно. Но я сегодня видела радугу. Я даже позвонила своей подруге Леко сказать об этом. Кроме всего прочего, я услышала голос Андрея Тарковского. Я узнала и поняла опять, что литература, как сказал Карен Шахназаров, «Это основа кино». Когда Тонино Гуэра спрашивали, что, кто вы, потому что Тонино рисовал и делал мебель, и керамику, и мозаику. И, конечно, написал сценарий к 120 замечательным фильмам итальянского кино, которые я называю новой эпохой Возрождения. Не только я. Я присоединяюсь к этому мнению. Потому что мастер работал с такими великими режиссерами, которых и вы знаете, и любите. Это и Федерико Феллини, и Микеланджело Антониони, и это замечательные фильмы «Амарк Корт», и мы помним «Градиску». Это замечательные итальянские мастера, которые подарили миру и Италию, и неореализм. Так вот, Тонино говорил, когда его спрашивали, «Кто вы? Сценарист, писатель, художник?» Он говорил так, «Я старался всю жизнь быть поэтом, потому что слово дает большую возможность воображению». Кино, нисколько не умаляя значение этого замечательного искусства, тебе говорит, вот это «Румео» и это «Джульетта». А когда ты читаешь, у каждого своя «Джульетта» и свой «Румео». Не буду вас утомлять, расскажу только, как Андрей, работая в Италии, тосковал. Когда он видел вспаханное поле в Италии, он просил остановить машину и долго стоял. Наконец-то Нина не выдержала, спросил его, «Андрей, почему ты останавливаешься всегда около вспаханного поля?» А потому что вспаханная земля везде одинакова. И сейчас я в России около этого вспаханного поля. И однажды, когда нужно было поехать посмотреть замечательную Мадонну-роженницу Пьеру де ла Франческо, это то, о чем мечтал Андрей. И мы договорились в старой церкви, ну это Италия, на кладбище, совершенно без всякой охраны, нам сторож открыл потихоньку вот этот замечательный облик Мадонны, мы ее видели. И Андрей в старшахах остановился и сказал, «Я не пойду». Ну, Тонина со своим тембрадом, «Как? Как ты? Я договорил». «Я не пойду, Тонину, потому что со мной сейчас этого не увидят ни моя жена, ни Тяпа, ни мои друзья». Гатчина в этот раз подарила мне тоже встречу с друзьями, которых я не видела уже 12 лет. Спасибо вам. Спасибо. Уважаемый Лора, к вам обращается генеральный директор российского кинофестиваля «Литература и кино» Анна Маденова. Спасибо. Я бесконечно счастлива, что наш фестиваль посетили такие замечательные гости, в том числе и эта прекрасная женщина, которая несет с собой великолепные воспоминания, настолько поэтичные, настолько трогательные, что слов нет. Итак, почетный приз дирекции кинофестиваля награждается Лора Гуэра, муза Тонина Гуэра, гений, поэта, кинематографа, за верность его идеалам и радость речи. Лора Гуэра, Анна Маденова. Аплодисменты, друзья. Удивительно.